Значит, для чего вообще нужны отступы, и что будет, если их не сделать? Значит, отступы делаются для человека. То есть, сам баскалер их игнорирует полностью. То есть, ему не важно, напишите вы вообще все на одном уровне, или вообще можно написать всю программу в одну строку, или наоборот, какие-то строчки разбить на несколько и так далее. Он смотрит по словам, по словам, по символам, по точкам, запятым и так далее. Он определяет, что во что вложено. Эти отступы делаются для человека. То есть, чтобы показать человеку структуру программы, что во что вложено. Значит, ну, давайте считать, что в нашем курсе не обязательно ставить отступы, в том смысле, что за отсутствие отступов не будет снижаться там оценки и так далее. С другой стороны, ставить отступы все-таки полезно, и по возможности лучше ставить. Значит, почему вообще важно заботиться о понятности, о такой красоте текста? Значит, вообще, когда пишут программы, ну, не пишут, вот, грубо говоря, что делает программист? Вот приходит человек на работу, устраивается программист, и что он будет делать? Значит, обычно говорят, что писать программу. На самом деле, этот ответ-то тоже такой вот не совсем правильный. Большую часть времени программисты тратят на чтение программ. Ну, или не на чтение, скажем так, более общение, на разбирательство с готовыми программами. То есть, типичная ситуация, когда приходит человек, устраивается программистом, и говорят, вот, программа старая, вот, разбирайся, там, нужно исправить ошибку, или нужно что-то добавить и так далее. Это касается и работы программиста, и вообще, на самом деле, любая работа с программой. Значит, большая часть времени идет на то, чтобы разбираться с программой. Значит, это, вот, касается именно профессиональных программистов, потому что нужно что? Нужно исправлять ошибки в старых программах, нужно добавлять новые возможности, нужно адаптировать программу. Если программа, скажем, печатает передотчеты, там, налоговые или еще какие-то. Вышло обновление законодательств, форма поменялась, там, или еще что-то добавилось, нужно переделывать, чтобы, там, печаталось уже по актуальной форме. Значит, нашли ошибку, надо исправлять. Пользователи хотят какие-то новые возможности, надо их добавлять в старую программу, в готовую. Значит, то есть, программисты тратят, там, существенную часть времени, там, по разному оценку, там, чуть не до 90% времени, на то, чтобы разбираться в готовых программах. Либо вообще в чужих программах, которые написаны, там, может, 10, 20, 30, 40 лет назад. Либо в своих, просто, прошел год, там, открываем программу, смотрим. Значит, ну, ладно, не будем углубляться в эту область, но давайте посмотрим на то, как мы пишем программу и для кого. Вот я пишу программу на доске. Для кого? Для компьютера? Для вас, правильно. А потом вы напишите программу и принесете мне ее показывать. Значит, вы будете показывать ее мне, а не компьютеру. То есть, мы программу пишем для компьютера так, чтобы он работал, но основное предназначение – это для людей. То есть, я пишу для вас, вы там пишете, грубо говоря, для меня. Или вы пишете, вот, чтобы другим показать студентам. Поэтому важно, чтобы программы были понятны, чтобы их легко было читать, легко воспринимать, легко было понять, как она работает. Ошибки легче. Я говорю, да. То есть, когда вы сами пишете, смотрите в свою программу, то есть, вот, даже если никому не показывают. Вы написали программу, она работает неправильно. Смотрите, чтобы ищите ошибки. Если программа написана хорошо, понятно, значит, ошибки искать проще. И свои, и чужие, и всякие. Вот. Поэтому, вообще говоря, это важный момент, чтобы программа выглядела понятно. Комментарии. И, да, комментарии, эти алгоритмы, чтобы были, там, скажем, попроще. Ну, там... Перемены не бывают нормальные. Да. Совершенно верно. Значит, вот, такие стандартные способы улучшить понятность программы это писать комментарий. То есть, добавлять пояснения в каких-то местах в программе к тому, что она делает. Ну, мы этого не коснемся. Это, ну, точнее... А вы на какой специальности? На специальности. Прикладная. Информационная, ну, или прикладная, наверное. Прикладная. ПО. Вот, значит, вот с вами мы это подробно, я думаю, обсудим в следующем семестре. То есть, это вот люди, у которых программирование более-менее профильный предмет. То есть, труд, который оставит программирование более глубоко. Значит, вот там мы с этим всем столкнемся более подробно и обсудим более подробно. Разберемся поглубже. Вот. Значит, другой вариант для улучшения понятности программы, это писать названия переменных более понятные. То есть, мы писали пока, что все переменные у нас были из одной буквы названия. А, Р, С, Б, там, И, С и так далее. Ну, во-первых, у нас примеры простые, но даже в этих примерах мы уже видели, что площадь мы назвали С, как это принято делать в математике. Там, в уравнении мы писали Х. Не просто А, В, С, и писали, что буквы целые у нас будет корнем переменных уравнений. Вообще, название переменных можно делать из нескольких букв, то есть словами целыми и так далее. Вот так же, как мы имберем в интеджер, название тип, так же мы можем и делать переменную, там, скажем, назвать ее радиус, прямо целиком. Единственное, надо писать латинскими буквами. Русским в этом месте нельзя использовать. Вот. Но, опять же, нам для большинства целей, вот, во всем случае, сегодня и в следующий раз хватит одна буквы. Можно, чтобы поглядить. В общем, идем. Хорошо. Так, второй момент. Второй момент, как ставить точки с запятыми. Значит, момент на самом деле достаточно... Тонкий. Ну, не так, чтобы очень, но тем не менее. Значит, правило такое. В паскале точки с запятыми ставятся между операторами. Там, где один оператор заканчивается, другой начинается. Ну, давайте поглядим. Вот здесь один оператор закончился, другой начинается. Точка с запятой. Здесь оператор закончился, новый начинается. Точка с запятой. Здесь у нас новый оператор начинается, но старый и не закончился, и продолжается до сих пор. Значит, после D не ставится точка. Дальше, вот этот император закончился, но новый не начался. Else это продолжение им. Поэтому вот здесь точка запятой не ставится. Здесь аналогично новый начался, но старый не закончился, так что точка запятой не ставится. Здесь аналогично новый начинается, старый не закончился, не ставится. Здесь закончился, но не начинается. То есть нет у нас границы двух прямоугольничек, двух углов. Значит, здесь не ставится. Значит, после else тоже новый начался, он вставить не закончился. Здесь у нас заканчивается вот этот оператор, начинается этот. Значит, здесь ставится точка и цель. Ну, в первом приближении более-менее понятно, да? Если угодно, можно... Ну, есть более простая форма того же самого правила. Вместо того, чтобы говорить, что точка и цель ставится между операторами, можно сказать, что точка и цель ставится после операторов, кроме как перед else. То есть в конце операторов, но перед else им ставить нельзя. Значит, давайте не будем углубляться в подробности. Может быть, с прикладной информатикой мы в следующем смысле обсудим это более подробно. Но сейчас нам это не очень важно. Так, значит, ну, то есть разница там, на самом деле, вот с этой точкой и цель ставится. Для тех, кто интересуется, так вот замечательно. Сторон. Что вот если брать правило полное, что точка и цель ставится между операторами, то вот эта точка и цель не нужна. Однако мы ее ставим, все работает, да так далее. Ну, это, опять же, так и цель. То есть часть людей столкнулись уже, что перед else может быть все не ставить. Так ее надо ставить или не надо? Лучше ставить, но может не ставить. То есть это вот вследствие просто этого правила, такого общего. Ну, я говорю, нам это не так уж важно. Хорошо, ну давайте что ли решим какую-нибудь задачу. Что? Да я вижу, что устали. Ну, а что делать-то? Домой. Да, рано еще домой, типа, во-первых. Во-вторых, у нас... Да, мы ставим пару задач и все еще здесь. А может попробуем задачу, как в прошлый раз, какие уголки вычитывали размеров страниц, как при помощи подсказки? Да, значит, если говорить про высчитывание размеров страниц, то мы на самом деле уже освоили, что... То есть вот надо была какая-то задача? Посчитать размер вектор для конкретного варианта. Вот теперь мы уже можем сделать в общем случае, что вводится, скажем, формат, либо там, ну, цифры, там, 4, 5, 3, означающие там, А4, А5, там, А3. Ну, давайте сделаем. Готовы написать? Давайте. Так, значит, и так. Хорошо, ну, давайте вот прям в таком виде сделаем. Значит, это... Ну, на самом деле, как раз с лицами, так что, как раз нам хорошо подходит. Значит, и так. Напомню, что у нас есть три вещи. Во-первых, это формат страницы, то есть размер веса бумаги. Значит, у нас есть формат. То есть вводится три вещи. Первое, это формат бумаги. То есть либо А3, либо А4, либо А5. Ну, давайте вот ограничимся с тремя вариантов. А3, а4, а5. То есть не будем более общаться с тремя. Во-вторых, разрешение. То есть сколько точек на дюйм используется. И, наконец, цветность. Вот с цветностью некоторые проблемы. То есть я писал, что у нас Black and White, либо Gray Scale, либо Color. Значит, как бы нам их задавать? То есть можем мы их задавать просто номерами. Скажем, один это черно-белый, два это Gray Scale, три это Color. Ну, то есть можно и строку ввести. То есть прочитать, чтобы пользователь набирал на клавиатуре целиком словом. Но это может, наверное, немного сложновато. Хорошо, итак, давайте начинать. Значит, у нас вводится три вещи. Первое, это формат, но без буква. То есть либо три, либо четыре, либо пять. Значит, какой тип у нас будет такой перемен? Значит, просто вот мы вводим либо три, либо четыре, либо пять. Значит, это у нас, ну, прям можно назвать paper. Чего уж молочиться, давайте называть такие переменные длинных. Да, значит, это так, да, предусмотрительный вопрос. Значит, paper будет у нас типа имиджер. Второе, это у нас расширение. Можно назвать DPI. Ну, через запятую лучше прямо подряд. Paper, запятая, ну и дальше DPI. То есть разрешение, сколько точек найдутся. Третье, это что у нас? Цветность. Ну, давайте color дозовем. То есть не совсем правильно, но так покороче, попонятно. То есть это у нас будет один, два, три. То есть либо черно-белое, либо серое, либо цветное. Просто номер варианта. То есть пока не будем более хитрый вариант смотреть. Возможность просто так. Значит, итак, это у нас три перемена. И, наконец, нам нужен еще результат. Результат будет, то есть мы считаем размер мегабайта. Значит, это все целые, а размер у нас какой будет? Целый или дробный? Триэл. Значит, результат будет триэл. Значит, это все типы интеджер. Значит, мы ставим двоеточек, пишем интеджер. Точка, запяталась. И результат. То есть там мы дробно еще не записали. Да, значит, результат, ну вот, как назовем? МВ. МВ. Ну, можно МВ. МВ, то есть как мегабайта, да? Значит, МВ будет типа рин. Значит, мы можем написать, то есть в варе описывают скременные разных типов и столько, сколько нужно. Значит, интеджер, рио, пожалуйста, без проблем, просто две строчек подряд, все хорошо. Значит, теперь begin и начинаем нашу программу. Вначале вот первый этап, мы вводим исходные данные. Значит, вводим, но прежде чем прочитать, мы выдаем приглашение. Значит, и в чем разница между eland и write? Значит, write впечатает и останавливается. Write eland печатает и переходит на следующую строку. То есть, если мы хотим, чтобы пользователь набирал число на той же строке, мы пишем write его, чтобы на следующий write eland. По смыслу разницы особо нет. Так что, как хотите. Значит, введите, значит, первое, что мы вводим, размер бумаги, то есть формата. Значит, int без буквы a. То есть мы вводим просто число. Либо 3, либо 4, либо 5. И читаем. Ну, давайте сразу прочитаем бумагу. То есть будем вводить по отдельности. Вот в тех примерах, которые у нас были до этого, у нас разом все вводилось. То есть там два числа вводились разом. Здесь делаем по отдельности. Ирина Лемен, скоб, возьмем, куда мы читаем. Скоб закрывается, то есть, что это будет. Хорошо. Значит, формат бумаги ввели. Следующее это разрешение. Значит, аналогично два действия у нас. Вывод приглашения, чтение значения. Разрешение. Все равно придется самому много делать. Рассчитать, допустим, бумагу мы выбрали. Как мы же напишем открытие. Мы пишем 3. В знак того, что это А3. Он поймет, что это А3? Нет. Ну, так это нам надо в программе будет записать? Сейчас распишем, не переживайте. Все не так страшно, не так сложно и даже не так близко. Но кое-что придется, конечно, писать. Так, readln, d5. Чтение. Значит, следующее. Мы вводим цветность. Значит, вот с этим, конечно, возникают некоторые проблемы. То есть, вообще-то надо бы тут прям вводить словами BV, grayscale или color. Но давайте мы не будем. Можно пункты сделать. Три пункта. То есть, первое. Можно через киев. Можно даже в скобочках сделать подсказку. Ну, давайте. Не, ну просто через киев можно сделать, по-будшему. Ну и все, мы все быстро на ковеле и познали. Вот здесь, как бы, такое пояснение, что один это black and white, два это grayscale, и три это color. Ну и там, скажем, и точь, и вот мы здесь уже ждем года. То есть, это просто номер пункта. Вот, значит, первый этап закончен. Все мы сделали. А можно вопрос? А вот там просто идет подряд запись, да, и где пробелов нет, только в конце? Нет, там пробелы есть, но как? По правилам русского языка. То есть, вокруг тиры, после дочек, там, может дочек, дочек, ты имя, да. Значит, но с паскаливать не связано. Это просто текст, который выводится на экран без изменений паскалива. Поэтому пробелы внутри этого текста определяются просто правилами русского языка. Паскалива, это не важно. Так, хорошо, значит, мы все ввели, то есть, все данные исходные у нас есть, теперь надо вычислять. Ну, давайте вычислять. Значит, как мы вычисляем? Нам надо считать, что делать с размером бумаги. То есть, нам надо размеры. Значит, вот здесь варианты какие? Значит, во-первых, можно расписать, что если у нас... То есть, если А4... Пейпер присваивать мы ничего не будем. То есть, если вы пишете в пейпер присвоить, то вы изменяете пейпер. В пейпер нам изменять не надо, мы будем результат присваивать в МВ. А что мы будем присваивать зависит от того, какой пейпер. Значит, варианты какие? Значит, мы можем либо сделать три случая, что если пейпер равно 3, если пейпер равно 4, если пейпер равно 5. Либо мы можем попробовать сэкономить. И, скажем, в пейпер занести... Ну, как вычислить размер А3? А4 умноженное на 2. То есть, мы можем занести базовый какой-то, скажем, А4. А если у нас формат А3, мы можем его умножить на 2. Нам абсолютно площадь нужна. Площадь, да. Значит, мы можем сразу, пишем, в МВ присвоить площадь МВ присвоить площадь А4. Нет, нет, нет. Площадь А4 вам нужно посчитать. То есть, нужно знать формулу. 210 на 297. Ток нефс, как лёдочек. Ага. Вот. Точка запятая. Хорошо. Вот теперь мы пишем ИВ. Что если... На том же уровне безозвучка пока. Потому что не вложено... Почему МВ? МВ это у нас ответ уже? Ответ, да. Значит, вот это у нас ответ. Значит, мы начинаем вычисление ответа с чего? С того, что считаем площадь. Это ещё не окончательный ответ. Мы ещё там будем там нажать, делить и так далее. Ну, это как бы то, с чего мы начинаем. Это площадь А4. Если формат у нас А3, то есть, если пейпер равно 3, то размер надо увеличить вдвое. То есть, МВ присвоит 2 МВ или МВ умножить на 2. Присвоит... Ну, мы уже половину примерно писать, по-моему. Примерно? Итак, в МВ присвоили МВ умножить на 2. То есть, если А3, просто мы площадь увеличили в 2 раза. То есть, мы не смотрели конкретные размеры, там, 410 или там ещё что-то, 420 или ещё сколько. Мы просто всю площадь целиком умножили на 2. Хорошо, иначе, else под if, вот на этом уровне else, и ещё один if. Если пейпер равно if, ну да, так вот, как мы только что смотрели пример, 2 else. Да, может, я записывал тем мелким площадком. Ну, вот, 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 три верхней части, по счетам. Сейчас будет. Сейчас будет. А else и if в одну строчку писать? Ну, вообще-то надо на разные строчки. Health и if с отступом. От и else. И в пейпер равно 5, то есть, 4 мы уже обработали. Если 4, нам ничего делать не нужно. А вот если 5, то в МВ присвоить МВ деленное на 2. Давайте, вы допишите это, а уже потом наверх перейдет. Then МВ присвоить МВ деленное на 2. Ну, вот, здесь чего-нибудь. Они не увидят, по-моему. Чуть правее. Вы увидите? Увидите. Отчерпите чуть правее. Отчерпите, куда идти, а если что. Чуть правее. Вот и вот так. Еще правее подыхал. МВ присвоить МВ деленное на 2. Вот точка стоит. Ну, как? Вот, хорошо. Значит, вот вычисление площади листа. То есть, мы стартуем с А4. Если вдруг у нас А3, то мы увеличиваем в 2 раза. Иначе, если А5, то уменьшаем в 2 раза. Если же у нас А4, то у нас нет, нет, не выполнится. Заметьте, что в этом эфе нет у Элса. Это нормально. Это можно. То есть, мы ставим точку с запятой. Все. И закончится. Без Элса. А я в двойку делал, чем короче. Вот, вы напишите, а я в двойку делал. Может такое быть. Значит, это надо... Это отдельный вопрос. Как защищаться? А если буквки ведутся, да? Программа вообще сломается. Вот. Это отдельный вопрос. Как защищаться от плохого ввода? Значит, это вопрос важный. И вообще для этого там есть отдельное понятие. Друхоустойчивость там называют это и прочее. Или там иногда это просто включается в дружелюбность интерфейса. То есть, чтобы программа подсказывала, какие варианты допустимы. Чтобы защищалась от недопустимых и так далее. Но это немного другой вопрос. Давайте сейчас не будем влезать. Это как бы важно. Это нужно. Но это немного другой вопрос. Хорошо. Значит, мы считаем, что мы разобрались с бумагой. Есть у нас три варианта. На самом деле, я даже знаю, что мы сделаем с бумагой. Но это надо. Значит, это можно в одну строчку сделать. Со всеми. Два, три, пять, семь, восемь и так далее. Значит, хорошо. Значит, это мы разобрались с бумагой. То есть, итак, после вот этих операторов у нас в переменном МВ находится площадь квадратных миллиметров. Значит, пишем. Что дальше нужно сделать? Надо переводить в дюйму, в первую очередь. Как перевести эту площадь в квадратные дюйма? Все должны знать. Два раза поделить на размер дюйма в миллиметр. То есть, в МВ присвоить, МВ деленное. А это на каком уровне? Это на уровне вот на этом. На каком написанном? Все так нормально. Вот на этом уровне. То есть, эти ифы вложенные уже закончились. Все, мы вернулись обратно на основной уровень, на котором мы все пишем. Значит, в МВ присвоить МВ деленное. на 25.4, либо умноженное и в скобках, либо делить и еще делить. Значит, это мы пересчитали в квадратные дюймы. Значит, следующее нам нужно использовать разрешение. Умножить два раза на разрешение. Да, умножить два раза на разрешение. Значит, либо можно в той же строке, либо в новой, или меньше как хотите. Давайте в новую. Давайте в новую. МВ присвоить МВ. МВ умноженное. 1, 2. Нет, вот. Разрешение, кстати, не вводится. А на DPI у нас просто введен числом. 200, 300, 600, 1200, как угодно. Ну, на приеме, например. Просто умножить на DPI. На DPI и еще раз на DPI. Хорошо. А теперь мы опять же возвращаемся к более сложному случаю, что у нас вот цвет задан 3 варианта у нас. Значит, опять же придется использовать ИФ. ИФ на том же уровне, что МВ, пока без сдвигов. ИФ. Нет, не, не, не. КАЛА. КАЛА равен 1, да, вон, 3, там вот. Можно взять, как по бумаге, тоже взять среднюю. Да, значит, среднюю мы есть. Нет, ну. Хорошо, давайте тогда мы начали обсудим, а что мы хотим делать в этих случаях. Если Black and White, то размер на одну точку сколько мы берем? Одна восьмая байта. Понятно, ну, в общем, надо делить на 8. Если 2, грейскейл, то 1 байт, то есть надо умножать на 1, то есть ничего делать не надо. Поэтому случай КАЛА равно 2 нас вообще не интересует, если на то пошло. И третий случай, это умножать на 3. Значит, если 1, то делим на 8, если 3, то делим, то умножаем на 3, и все. То есть, в принципе, тоже у нас даже в случае в 2 будет, а не 3. Так же, как и с бумагой мы сделали. Ну, значит, если Color 1, да, да, соц, то, да, MB, извозите. 1, деленное на русло. MB нет. MB, деленное на русло. Else. Не, не надо. Тут историк. Else. И еще одно правило. Нет. Если Color. Правильно. Трем. Трем. Значит, мы разобрались теперь с цветностью. Осталось перевести байты в MB. Разделить два раза на решение. Вот и все. Riddle и N. Не надо... Не, не, не. Райд. Печатать. Надо печатать. Рид. Рид в конце. Райд. Будет ли, не будет. Но прежде чем сделать Riddle, надо вывести результат. То есть райд. Ну, можно писать, что размер равен или просто MB. MB так, вроде, покороче. Проще. Дочек. Вот. Хорошо. Значит, вот. Понятно. Значит, давайте же задание. Я тогда положу в ELMS, чтобы время не тратить. Я просто положу файл, в котором будут записаны задания, которые надо следующему разу сделать. Значит, и спасибо. И сразу пояснение. Значит, вот по поводу бумаги. Вот как сделать два, три и так далее. Значит, вот мы смотрели, что если А4, то какой-то размер. Если А5, то делить на два. Значит, можно вернуться к определению. Какое у нас было... С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что А0 имела площадь какого? Один квадратный метр. Да? Да. Один квадратный метр, то есть миллиметр, как миллион. Значит, если у нас формат А4, это что означает? Что надо четыре раз делить на два. То есть надо поделить на два в четвертой степени. То есть, если мы вводим формат бумаги, то надо поделить на два в степени, которую мы ввели. Как выисчислять степень, мы обсудили замечательным образом перед этим. Через дисципалент алгоритм выражаете степень, делите миллионы на это и получаете примерно то, что нужно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...